всем привет на канале тренер хапаев сейчас хочу коснуться триггерных точек на предплечьях потому что темы актуальна связи с тем что я сейчас выезжаю на соревнования остается пять дней и эти пять дней я нахожусь на отдыхе то есть уже не тренируюсь тренирую только свою группу растяжки массаж и физических нагрузок не делаю вот триггерные точки которые ну буквально 20 лет тому назад никто не знал никто не слышал 25 лет тому назад вообще трудно было ну наверное это у нас в россии я думаю что на западе уже это все было вот сейчас это широко очень рекламируется и это абсолютно по праву сегодня я купил своему товарищу вот такой подарок шарик металлический в такой обойме он крутится как подшипник в разные стороны и для чего я сделал потому что мы с ним едем оба на соревнования и он жаловался что у него последнее время очень сильно болят предплечье потому что мы работаем с большими весами поднимаем на бицепс рекордные веса и у него не только у него у многих моих воспитанников это ситуация очень похожа вот или в брахиалисе здесь плечо лучевой есть болезненные ощущения или в приводящих мышцах поэтому чтобы избавиться но что самое интересное о чем интересны триггерные точки что пока их не трогаешь они не дают болевые ощущения то есть когда уже боль пошла под предплечье это уже поздно то есть когда я услышал от него что него у него уже болят предплечье я пошел купил у меня близко магазин я купил этот шарик и решил проверить себя у меня не болят предплечье и я поставил на стол и начал проходиться и где-то на середине предплечья почувствовал чувствую сейчас очень неприятное ощущение такая триггерная зона очень такая нехорошая хотя у меня не не болят руки я помню что мы я в качалке вырос с 27 лет я поднимаю штанги разным способом и мы никогда не думали мы уже получали конец конечный продукт то есть мы выкручивали себе локти выкручивали плечи растягивали запястья потом полгода восстанавливались у кого-то эти хронические ощущения в суставах пост на постоянную уже на всю жизнь оставались многие бросали качалку потому что невозможно было дальше заниматься это уже следствие причина была вот в этих тренинных зонах про которые мы особо не слышали не знали вот сейчас мы об этом знаем очень активно применяем вот можно поработать здесь прощупать вот у кого проблема с локтями у кого проблема с запястьями женщины возрасте мужчины которые даже не могут предположить что причина боли в суставах может быть из-за триггерных зон которые находятся вот в предплечье я показал сейчас как я прожимал точку в положении таком когда шар внизу и им очень удобно работать по верхней части вот таким образом потому что но если вы возьмете просто мячик он не будет у вас руках кататься вы просто будете тереть им тогда и как это как мыло растирать а этот шар неудобный очень вот все дело в простоте да вот он крутится и вы здесь можете прорабатывать нажимами определять где у вас есть боли где есть дискомфорт потому что ну пальцем прожать неудобно не у всех и пальцы жесткие и я пробовал достаточно тяжело а вот этим шариком он приятно перекатывается и если вы находите боль вот я сейчас нашел брахиалисе вот и можно здесь остановиться и поработать то есть когда вы находите точку вы начинаете усиливать болевой эффект и ждать пока она дойдет до какой-то крайности потом немножко опуститься в другое место поискать или перейти на другую точку потом через минутку вернуться обратно к этой точке и вы заметите что она станет менее болезненно ну во первых она привыкла к боли уже адаптировалась и вот этим заниматься нужно если у вас боли в локтях предплечьях где-то в запястьях надо заниматься в день по два раза прожимать вот эти болевые точки и где-то порядка 10-15 дней потом вы будете замечать что эти точки куда-то исчезают они куда-то пропадают вы будете их искать через 3-5 дней их уже не будет казалось бы казалось бы проверено на себе 3-5 дней вы бьетесь над одним и тем же местом и ничего не происходит боль постоянно в одной точке потом вы может даже один день отдохнуть и вам надоело не захотите этого делать потом решите попробовать и вы заметите что боли уже нету во первых это прекрасная разминка но если мы говорим для тех кто качается прекрасная разминка прежде чем работать на тот же бицепс пройти проработать предплечье со всех сторон сторон и она уже будет отвечать на нагрузку прекрасно и и конечно вот как восстановительный эффект лучше ничего не придумать то есть вот проверьте ради интереса ну если у вас нету такого шарика вы можете использовать простой теннисный мячик и прокатывать также здесь в общем-то разницы нету вот мы просто здесь нужно их небольшой опыт чтобы мяч не выскакивал из-под руки и ну можно также прорабатывать вот но мячом сверху уже труднее это делать потому что вот так продавливать но силы рук не хватит здесь прикосновения . прикосновения гораздо меньше металл жестче чем мяч поэтому эффект гораздо лучше вот что я хотел рассказать вам сейчас пользуйтесь тренируйтесь занимайтесь это это важно как для суставников так и для всех кто качается в залах делайте профилактику также бицепса трицепса плечевого пояса я показывал как это у стены делать это все работает это помогает восстанавливать все мои ученики этим этим пользуются знают и все довольны все всем пока с вами был тренер хапаев живет без боли если вы хотите присоединиться в группу группа платная 530 рублей месячный взнос пишите мне по ссылке которая будет под видео и мы с вами проведем собеседование я обязательно вас включу в группу ну если вы адекватный человек конечно все всем пока а